Основной период ЕГЭ пройдет с 27 мая по 30 июня. ОГЭ начнется на день раньше. Всего в городе определено 17 пунктов проведения экзамена. По 5 в Бежице и Советском районе, 4 в Фокинке и 3 в Володарке. Депутаты акцентировали внимание на том, что не должно быть слишком много детей в одной аудитории. При столь высоких требованиях из федерального центра нужно создавать как можно более комфортную атмосферу для них на местах. Продумать время и маршруты доставки школьников, чтобы избежать лишних волнений и напряжения. Как сказал начальник управления образования городской администрации, уже проведены системы видеонаблюдения. В этом году планируется установить и средства, блокирующие работу сотовой связи. Это сделано в целях защиты информации, чтобы результаты экзамена были объективны. Также, по словам Александра Кравченко, в тестовом режиме попробовали распечатать материалы с заданиями прямо в аудитории. В присутствии школьников и учителей, так называемые кимы, с ответами сканировались и отправлялись сразу же в Москву. Это еще один способ борьбы со шпаргалками и списыванием. Увеличилось количество выпускников 11 классов, которые выбрали для сдачи ЕГЭ физику. Предпочтение этой научной дисциплине отдали 697 человек. В этом году на выпускных экзаменах есть и процедурные нововведения. На историю отводится теперь не 210 минут, как раньше, а 235. Сократилось количество заданий по обществознанию и географии. Скорректированы задания по уровню сложности по химии. Девятиклассники, помимо обязательных математики и русского языка, будут сдавать также и два предмета по выбору. Если в этом году результаты ЕГЭ признаются удовлетворительными в случае, если по обязательным предметам набрано минимальное количество баллов, то с 2017 года будут учитываться уже все предметы и те, которые сдаются по желанию в том числе. Председатель комитета Игорь Афонин сообщил, что на получение медали за особые успехи в учении в этом году претендует 363 брянца. Татьяна Глазова, События.